История начиналась с дельтапланов. Дельтапланы, дельталеты и, наконец, в 80-х годах 20-го столетия появились парапланы. За основу был взят спортивный парашют. С него и начали стартовать россияне-французы. Последние в дальнейшем стали выпускать более приспособленные крылья и вуаля, аналог современного аппарата. Неограниченная свобода, так скажем. Маленький адреналин, практически эйфория какая-то. В Алтайском крае парапланерный спорт, рассказывает тренер Владимир Митин, появился благодаря японцам. Прошли совместные полеты. Они достали параплан, полетели. На нем сразу было написано «СССР, Япония, дружба». Прямо на куполе. Мы так были удивлены. Уезжая, эти японцы подарили нам этот параплан. Сейчас Смоленский район – центр притяжения профессиональных алтайских парапланеристов. Максим Огнев тренируется, восстанавливает после зимы навыки полета. На носу крупные соревнования по сверхлегкой авиации. Нужно, чтобы все было четко, без неожиданностей. А их за шестилетнюю карьеру было немало. Складывало крыло. Адреналина маленько было, но оно расправилось. И все хорошо было. Впрочем, полеты – самая любимая часть занятий этим видом спорта. Парапланеризм развивался и развивается на чистом энтузиазме. Раньше у нас были детские, штатные детские клубы по линии комитета по образованию. Только в Барнауле только три детских клуба было. Здесь в Солоновке детский клуб был. Потом все это прекратилось финансирование. Сегодня в Сибири нет ни одного детского клуба. Но спортсмены растут и добиваются высот, говорит Владимир Митин. Не так давно первая в истории Алтайского края парапланеристка Дарья Краснова завоевала Кубок мира. Летать она начала с 11 лет. А по новым правилам учиться управлять парапланом можно лишь с 14 вместо 9. Повторится ли такой спортивный успех? И тем не менее, Владимир Митин прививает свою любовь к небу и другим. Тренер воспитал уже немало мастеров и кандидатов в мастера спорта. Вместе они сделали для себя лагерь у подножия горы Толстуха. Мусор все, хлам был. Мы это несколько лет субботники спортсменами устраивали. Берег очень загаженный был, вычищали все. Построил кемпинг. Ну и впоследствии дорогу. Одну, а потом вторую. Вот спортсмены скинулись. Впереди у спортсменов крупные межрегиональные соревнования. Международных сейчас, к сожалению, нет. Но уверены парапланеристы, это не повод не летать. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.